Вот еще одно устройство называется зеркало и сибы. Это тоже вот такая карточка, которая крепится к зеркалу. Это устройство, которое тоже работает со временем. На самом деле все у нас устройства работают со временем. Все устройства работают со временем. Но это устройство восстанавливает временные исчажения на больших интервалах времени. Это устройство, который может быть лежат даже за пределами жизни человека. Которые могут быть, даже по крайней мере жизни, по крайней мере жизни. Так как налаживается связь, это связь с самим собой. Потому что, когда вы в такое зеркало смотрите, когда вы смотрите, то тогда вы смотрите на саму себя. То есть возможность наладить вот эту связь. И есть возможность для того, чтобы создать эту связь. Ведь говорят глаза, зеркало души. Такое зеркало помогает наладить связь со своей собственной душой. А ведь душа знает, что нужно человеку. Но сухлит у нас знает, что нужно человеку. Ведь у каждого человека есть какие-то желания. Но эти желания могут быть истинными. То есть они вытекают из задачи, которые стоят перед человеком. А могут быть принесены между ними. Но они могут быть истинными изначально. У каждого человека есть такое чувство, которое называется чувство путей. У каждого человека есть смысл. Сумство пляжи. Сумство пляжи. Сумство пляжи. У каждого человека есть задачи, которые можно назвать, Это то, ради чего этот человек пришел в эту жизнь. И даже если человек их не знает, как говорят юристы, не знание закона не освобождает от ответственности. То же самое с этими задачами. Но если вы не знаете, а как же быть? Значит, что-то вас должно туда вести. К этим задачам, правильно? Значит, вот это чувство в пути, оно должно вас выводить на какие-то действия, которые будут приближать вас к этим целям стратегических. Поэтому желательно, чтобы эти истинные желания, они у вас начали появляться. И это очень желательно, чтобы эти желания, они у вас начали появляться. Когда человек начинает работать с таким зеркалом, у него как раз вот это чувство в пути начинает восстанавливаться. И у него начинают как раз вот такие вот стратегические задачи решаться. Не за счет того, что он понимает, что ему надо галактику спасать. А вдруг он понял, что ему очень хочется к кому-то в гости. сходить. А там кто-то тоже пришел. Они познакомились. Движение вдруг резко поменялось. И человек пошел уже другой дорогой. Ну, кроме этого, еще зеркало помогает восстанавливать зрение, например. На фардасту, к примеру, глинда, депосибилитация с рефачем ведерия. Есть специальные упражнения. Некоторые на семинаре можно показать. Некоторые на семинаре можно показать. В свое зрение. По ажитору, ковая, а мы к тем времени, если мы рефачим, Веркало помогает получать родовую поддержку. Родовую поддержку из-за того, что мы рефачим? изменили маимути. Это как? Арбор. Да, да. Мы начнем с примем в мире помощи для всей семьи. Как мы говорим? Для того, как человек родился, жили еще какие-то его предки. После того, как он живет, они были хорошие. Фактически, каждый человек — это такое маленькое звено в большой длинной цепи. Поэтому, когда человек начинает работать с таким зеркалом, он начинает восстанавливать вот эти родовые связи с теми, кто был до него и кто будет после. Он начинает восстанавливать эти родные связи с стромощи и с урмащи. Но это опять выражается в том, что у него вдруг начинает посещать мысли, что ему надо делать. Это происходит. Это происходит в том, что ему надо делать. Или, наоборот, что не надо делать. Или, что не надо делать. Как говорят, что ты надо, что ты делаешь ему это не по душе. Да. Он говорит, что нужно что-то делать. Но он не хочет сделать это. А он все равно делает. Но он все равно делает. Потому что он придумал себе, что надо для детей или еще почему-то ходить на нелюбимую работу. Потому что он и сказал, что он и предусмотрен, что он для детей, например, он должен, чтобы идти на тот жоп, который он не хочет. Он думает, что он тут все-таки себя усилилит. И он думает, что если он будет его вести, что он будет душе. И дети будут жить лучше. На самом деле, детям делает плохой службы. Как он что-то там не выполняет по своей жизни. И все это надо будет потом делать его детям. Кроме этого, он показывает им плохой пример. Что можно мучиться, страдать там. И это будет все хорошо. Такие примеры показывать детям нельзя. Они хотя бы должны знать, что вам радостно ходить и делать какие-то дела. Можно еще раз? Они должны знать, что вам радостно ходить и делать какие-то свои дела. И в помощи зеркала, конечно, можно конструировать свое будущее. И, как мы уже сказали, зеркало позволяет восстанавливать чувство пути. И, как мы сказали, что у меня не дадут возможности. Сейчас немного раздражаем. Сейчас мы сейчас раздражаем паузу. Я знаю, что это не помогает чтобы не гасим дорогу в жизни. И один из интересных качеств, которые проявились в исследованиях, это омоложение, продвижение жизни. И, как мы сказали, что был создан в основе, и, как мы сказали, что с оборудованием, мы и последним все, что мыываем, это, который мы делаем, и это, что мы делаем, это, что мы делаем, и увеличение время времени. Субтитры сделал DimaTorzok